Неприятный запах на весь квартал. Жители Семендера жалуются на отсутствие канализации. Наши коллеги попытались узнать, куда делась канализационная система и была ли она вообще. 13 лет на ФМ-волнах. Всемирный день радио дал повод нашей сёмочной бригаде узнать, как работают журналисты радиостанции ВАТА. Курс на Рим. Дагестанские борцы в Вечном городе. Они примут участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе. Подробности через несколько минут. Воротят носа от собственных домов. Жители улицы Маджалийская города Махачкалы жалуются на жуткие зловония, которые разносятся на весь квартал. Причина тому проблемы с канализацией, а точнее ее отсутствие. Специалисты Общероссийского народного фронта выехали на место, чтобы узнать, почему возникла проблема с водоотведением и как ее устранить. Побывала на месте и наша съемочная бригада. Раньше здесь было задоводческое общество, а теперь территория находится на балансе администрации. Тогда на этом месте находилась поливная система, а сейчас она превращена в канализацию. Жители жалуются, что попросту некуда выводить бытовые стоки. Вот и приходится не от хорошей жизни прибегать к таким отчаянным решениям. Вот эту баливную систему превратили в канализацию. Сточные воды, их канализация, а выхода воды дальше нет. В результате вот эта вода просачивается, затапливает вот эти трех-четырех участки. Ничего не растет, деревья сохнут, подвалы заливаются. Отсутствие централизованной системы канализации, по словам специалистов, главная проблема этого района. Решить ее непросто. На это потребуется много времени, сил и, конечно же, денег. Если говорить о будущем, то есть проект по строительству коллекторов диаметром 3 метра. Есть такой проект, и до сих пор он не реализован. Когда он будет реализован, если он будет реализован, или если будет второй вариант, то же есть. Если в северной части города будут построены новые очистные, или этот, или тот проект, если будет реализован, появится возможность в таких районах, как этот, строить отводящиеся сети. Правда, прокладка системы канализации, судя по реальному положению дел, не самая близкая перспектива. Сначала должен быть готов проект, затем уже мэрия будет решать вопросы о финансировании. На это могут уйти годы. Я думаю, вмешательство главы здесь будет необходимо, потому что здесь, во-первых, это затратная ситуация, здесь даже вопрос идет о миллиардах, потому что это вокруг города везде такая ситуация. Она застроена хаотично, без геймплана, без даже соответствующих документов. Жители сами создали себе эту проблему, когда хаотично строили. Пока вопрос не решен комплексно, жителям рекомендуют на время вырыть в грибную яму для сточных вод. В противном случае тут и до эпидемии недалеко, ведь во время дождей ситуация ухудшается в разы. А случившееся недавно массовое заражение людей в Кизляре – грозное предостережение. В настоящее время единственное решение – это каждый гражданин, который оказался в этой ситуации, должен проявить добросовестность и использовать выгребную яму. То есть он не должен сбрасывать в первую попавшуюся канаву, как делают здесь жители, к сожалению. Он должен проявить гражданскую сознательность и использовать в соответствии с законом выгребную яму, так как здесь нет централизованной канализации. По тематам Аннапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Более 4 миллиардов рублей направят в этом году в Дагестане на повышение зарплат. Об этом сегодня заявил министр экономики Республики Гаджи Султанов на пресс-конференции. Согласно майским указам президента, рост экономики предполагает рост зарплаты. Таким образом, она должна увеличиться в скором будущем у врачей, учителей, воспитателей и у других бюджетников. По словам министра, сегодня наблюдается положительная динамика показателей социально-экономического развития Республики. Это касается промышленного производства, строительных работ и ввода жилых домов. Рост наблюдается и в сельском хозяйстве. По основным макропоказателям мы наблюдаем положительную динамику. Я бы хотел привести несколько цифр. Это и объемы производства сельскохозяйственной продукции, это и оборот розницы. А этот рост возможен, как мы все понимаем, возможен только в случае мобилизации собственных наших ресурсов. Эта работа будет продолжена, заверил глава ведомства. Затронули и тему гранта, который наш регион получил в этом году. По мнению министра, освоение этих средств будет способствовать развитию экономики. Много намеченных целей обозначено в системе образования, здравоохранения и экологии. Если говорить о направлениях, которые больше всего голосов получил, это здравоохранение, образование, дороги. Три самых крупных направления. Но еще достаточно серьезная работа предстоит. Председатель правительства Республики Артем Сдунов провел сегодня встречу с представителями нового состава Дагестанского открытого молодежного правительства. По словам министра молодежи Республики Камила Саидова, заявки на вступление в молодежное правительство подали более 100 человек. Половина из них прошли отбор и оказались в новом составе. Это инициативные молодые люди, представители молодежных и общественных организаций. Средний возраст членов нового молодежного правительства – 24 года. Каждый из них, по сути, является дублером настоящего профильного министра. Все направления работы молодежного Кабмина идентичны тем, которыми занимаются республиканские ведомства – здравоохранение, социальное развитие, экономика, культура и другие сферы. Все так же, как в настоящем правительстве, но только на молодежном уровне. В ходе встречи члены молодежного совета министров зачитали доклады о своих проектах. По словам нового председателя молодежного правительства Дагестана Магомеда Магометалиева уже составлен план мероприятий и встреч. Артем Сдунов, в свою очередь, порекомендовал членам молодежного Кабмина еще более тесно взаимодействовать с чиновниками всех уровней, принимаясь участие в совещаниях и рабочих выездах. Он заверил, что будут выбраны дни, когда министры-юниоры будут проводить время со своими старшими министрами-наставниками, чтобы первые лица республиканского правительства могли делиться с ними опытом. Дублер должен сопровождать министра, допустим, взять раз в квартал, хотя бы достаточно, у вас у всех своя работа, учеба, я понимаю, но раз в квартал проводить день, собственно, рабочий день с министром. Принимать у вас участие по своим линиям работы или, как вы хотите, при объездах. У нас есть традиционные там дни какие-то, мы ездим, смотрим, как строятся поликлиники, как строятся школы, детские сады, как формируются площадки для комфортной городской среды, в тех же парках, та же площадь. Сами выезжайте и будем смотреть, что-то корректировать. Не бойтесь носить предложения, вас за это никто точно не наругает, а вот что-то интересное вы нам сможете сказать. Сегодня во всем мире отмечается День радио, праздник относительно молодой. Его утвердили в 2011 году, а дата 13 февраля выбрана не случайно, поскольку именно в этот день некогда впервые зазвучало радио ООН. Одна из самых популярных радиостанций в Дагестане – Ватан. Наша съемочная бригада побывала в студии, где записываются интересные передачи и прямые эфиры на самые актуальные темы. Луиза Раджабова продолжит. Радио с именем отчизны Ватан – единственное в республике и за его пределами, которые ставят во главу угла народно-патриотическое воспитание. Вот уже 13 лет на волне. Главное отличие Ватана – отсутствие узконаправленных тем для обсуждения. Профессиональный праздник, ведущий одной из популярных радиостанций Дагестана, встречают на рабочем месте. Живое общение со своими радиослушателями не утомляет, а придает им еще больше новых сил. Я слышала, что у нас с ней очень похожие голоса, и иногда нас, когда слушают, даже не могут различить. То есть настолько, в общем, на одной волне мы находимся во время эфира. Самое приятное – это когда слушатели начинают нас просто звать в гости. Да, у нас был даже такой случай, когда самый активный наш слушатель, Мухаммад Расул, Чабан, между прочим, он просто собрал весь коллектив радио Ватана, пригласил к себе домой. Разнообразный плейлист вещания включает в себя тематические радиопередачи, например, на религиозную тематику, научную или политическую. Кроме этого, каждый день можно услышать новости региона, и все в режиме онлайн. В свет на радио Ватан выходит как познавательные, так и просветительские передачи, в частности, аудиокниги. Мухаммад ибн Сирин. Я не видел человека, более сведущего в богобоязненности и более богобоязненного в постижении религии, чем Мухаммад ибн Сирин. Мурик аль-Иджли. Сейчас идущие в эфире книги о сподвижниках посланника Аллаха, и где-то через неделю, через максимум 10 дней, как только та закончится книга, через неделю максимум, и в эфир, иншаллах, будут выходить картинки из жизни табиинов. С развитием телевидения и интернета радио не потеряло свою актуальность. Ватан – одна из самых популярных в Махачкале. Ватан радует своих слушателей буквально с самого утра и готовит интересные проекты и продолжает развиваться. Больше знаний хотят зрители от радиостанции Ватан, и мы сейчас стараемся, прорабатываем новые проекты, которые позволят укреплять знания и даже отвечать на вопросы, которые наверняка у наших слушателей имеются. Также последние месяца три, наверное, проехался по городам России, и было очень приятно, что именно через приложение многие даже в пути, в дороге включают радиостанцию Ватан, подключают своим приемникам в автомобилях, слушают, и это повсеместно, везде это радует. Желаю приятного прослушивания всем слушателям радиостанции Ватан, следите за новостями. Совсем скоро много чего интересного вас ждет. Луиза Раджабова, Муса Салгиреев, Новости Нанте, Махачкала. Высокие технологии медицины шагнули высоко в горы. Новый современный аппарат мультиспиральной компьютерной томографии появился в Ботлигской районной больнице. Кабинет уже принимает первых пациентов. Отметим, что с помощью обследования можно визуализировать мельчайшие патологические изменения внутренних органов и опорно-двигательного аппарата на ранних стадиях. От компьютерной томографии данный метод отличается большей эффективностью и минимальной дозой рентгеновского облучения. Также при исследовании врачи могут сделать 3D-снимок органа или части тела. Как отметил глава Минздрава Дагестана, установка современной мультиспиральной компьютерной томографии открывает перед районной больницей совершенно новые возможности. Мы работаем над программой, и вообще все праздничные дни работаем над программой модернизации первичного звена, первичной медико-санитарной помощи. Потихоньку и в горных, предгорных районах, начиная с ФАПов, фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий, данная работа будет продолжаться, будут оснащаться наши горные, предгорные районы. И, соответственно, от нас требуется единственное, чтобы кадровая составляющая была наша на уровне. Ранее жителям приходилось для проведения медицинского обследования ездить в Махачкалу. Теперь они могут бесплатно по направлению врача воспользоваться услугой компьютерной диагностики в ЦРБ. Напомним, томограф для Ботлихской больницы обещал выделить президент страны Владимир Путин во время одного из визитов в Дагестан. Махачкала возглавила свадебный рейтинг страны. Больше всего людей планируют связать себя узами брака в текущем году именно в столице нашей республики. К таким выводам пришла компания Сбербанк, которая и проводила соцопрос. Его респондентами стали жители 37 городов России в возрасте от 20 до 45 лет. В каждом городе с населением более 500 тысяч человек было опрошено не менее 400 людей. Таким образом, первое место по количеству планируемых свадеб на тысячу жителей заняла Махачкала. В столице Дагестана в этом году создать семью намерены 10% жителей. Следом в рейтинге свадебного переполоха расположились Санкт-Петербург, Пенза, Нижний Новгород и Ульяновск. Курс на Рим. В Италии проходит чемпионат Европы по спортивной борьбе. 14 февраля на ковер выйдут представители вольного стиля о том, как сборная России добиралась в Вечный город. В своем блоге расскажет наш специальный корреспондент Курбан Рагимов. Он в эти дни будет работать в Риме вместе с нашей командой. Город Москва, аэропорт Череметьево. Сборная России по вольной борьбе вылетает в Италию на чемпионат Европы. С каким настроем наша команда отправляется в Рим, мы сейчас и узнаем. Бахмут, кого мы встретили? Представители наших братьев, которые летят в Лос-Анджелес на подготовку. Наши другие братья летят на чемпионаты Европы, покорят Рим. То есть у каждого свои задачи? Ну да. У нас тренировочный процесс впереди. Два-три месяца. У них только закончился и у них на носу соревнования. Нам еще пахать и пахать, а им пожинать плоды своего труда. Курбан, с такой звездной поддержкой уже, наверное, грех не побороться за медаль, не выиграть. Да, да, конечно. Что пожелаешь нашим спортсменам? Я думаю, у него таких соперников даже не будет. Я на Оригинском выиграл столько соперников крепких. Я думаю, там намного полегче будет. Все сборная, удачи. Сейчас у нас как раз в Америке будут такие споры из-за этого чемпионата, потому что у нас тоже в зале очень много любителей борьбы. Обычно Кормье болеет за американских борцов и за своих. Сейчас уже европейское противостояние. По-любому он будет болеть против российских борцов. Но я думаю, наша сборная, как обычно, нас не поведет. Больники уже прошли регистрацию и сейчас ожидают выхода на посадку. Как вас строится? Настрой бесшим. Настрой тоже хорошее. Ну, пока так придерживаю, можно сказать. Сколько? Ну, осталось, говорит, 3-3,5. А что первый день будешь сам? Да. Тебе повезло, наверное, больше, да? Поборолся, потом успеешь погулять. Ну, я гулять не знаю, не буду, наверное, буду на своих смотреть, поддерживать. Вообще время было когда-нибудь? Время нет. А что знаешь об этом городе? Исторический город, да, в котором был Колизей. Как вы можете сказать, боевой город, да, из европейских. Так, что вы еще можете. Итальянская мафия, туда-сюда, да. Хорошие посмотрим, видно будет. Может, понравится. Главная задача выиграть, потом уже. Да, да, главное сейчас борьба, потом уже город и все остальное. Ассаламу алейкум. Не оставляют без внимания наших борцов. Время было когда-нибудь? Нет, впервые. Вообще, ты борешься в первый день, насколько я знаю. Наверное, успеешь уже посетить достопримечательности дальше. Да, мне визу открыли только на 6 дней. Хотел там остаться, но не получается. Ну, в последний день... Скажу, что первый день борюсь, но есть у меня пару дней. Например, в Румынии у тебя такой возможности не было? В Румынии я боролся последний день, и на следующий день утром я вылетал. Поэтому не получилось прогуляться. А здесь хотя бы пару дней больше. Что вообще знаешь о Риме? О Риме? Итальянскую пиццу, макароны, феррари, колизей, история. То есть это все надо успеть попробовать, посетить? Конечно. Ну, борцы едут, чтобы побольше, максимально золотых медалей взять. Это очень важный чемпионат Европы, Олимпийский год. Если я обратил внимание, здесь и молодые ребята, большинство обновился. Это команда наша, чтобы сдать, тоже ближе к Олимпийским играм, кто второй номер, кто третий номер. Это тоже очень важно. Потому что от этого тоже никто не застрахован. Мало ли, кто-то травмируется. Чтобы была хорошая подстраховка, чтобы уже ребят тоже проверили уже на чемпионат Европы. Что делаешь, Курбан? Нет, фотки рассматривал. Как сам вообще? Как настраиваешься? Да, нормально, отлично. Сейчас чуть в процессе гонки идет, да, там. 800 грамм где-то лишним было, немного тоже. И вот под холмом, что я уже, да. Ну, я смотрю, некоторые ребята успели уже позволить себе завтрак. Ты успел? Я авокадо вил, Идрисович. Идрисовича с Хемень. Уже несколько дней на авокадо сидишь? Ну, не именно авокадо, да, но там много, конечно. А так нормально уже с Петханем, кажется, тоже кушают, что-то гоняют, там, вот так. Как-то контролируем, да, этот момент тоже. Рассказываю, как Италия встретила? А даже-то пока еще не очень. Всю ночь вчера не спал, чтобы сегодня в самолете эти три часа прошли? Не-не-не, я спал вчера. Но поздно доснул, поэтому вырыгался в самолете. Ну, чуть-чуть позволил себе, режим чуть-чуть нарушил. Хорошо, когда мы когда-то спали, незаметно, не проходит. Но с другой стороны можно было почитать, что-то. Ну, когда-когда получается. Ну, да. В самолете, знаешь, никогда это ничего не отвлекает. Приходится книги читать, да, как в том интервью? Да. После того интервью. Летаем, да? Мы развиваемся. Аэропорт Фьюмичино всех прилетевших спортсменов, и не только, проверяют на всем известный коронавирус. Сборная команда приехала на родину гладиаторов, чтобы их порвать и уехать с золотыми медалями. Вот с таким настроем сборная России по вольной борьбе прибыла в столицу Италии. По прилете в Италию команда уже сразу пробует местные лакомства. Естественно, это пицца и некоторые другие сладкие изделия. Саня, Рим как, кстати? Отлично. Хорошая погода, солнечная. Только автобус не подают. Что-то заждались, да? Да, ну, ничего, нормально. Подождем. Воздухом подышим. Реже был времени до этого? Нет, не был. Первый раз географию расширяем. Прибыл долгожданный автобус. Сейчас едем заселяться в гостиницу. Вот гостиница, где борцы будут проживать на протяжении всего чемпионата. Приятная встреча. Борцы Мадагестана встречают своих партнеров из азербайджанской команды, легионеров. В солнечной Азербайджана оказались в солнечной Италии? Да, да, да. В солнечной Италии оказались. Или вы не живы дома были? Нет, мы были в Баку. Проходили сбор трехнедельный. И вот только прибыли. Встретились с нашими братьями. Со всеми. Хорошей обстановки. Сейчас пойдем что-то отдохнем. Устали после дороги. И уже дальше по программе будем двигаться. Для бассейна и беседки, по всей видимости, будут в расположении сборных команд в течение всего чемпионата. Многие интересуются, почему нам оходит форма сборной команды России. Я сам даже удовлетворю. У меня Дагестан в форме. Чемпионом Европы стал за сборную команду Азербайджан, а сейчас российская форма. У меня форма есть в Дагестан тоже. Я сейчас Дагестан буду. Желаем всем удачи, как говорится. И нашим, и вашим. Кто сильный, тот победил. Ну что ж, на этом у нас все. Сейчас борцы будут отдыхать и настраиваться на свои схватки. Турнир вольников столицы Италии стартует 14 февраля. Идет на поправку 25-летний грэпплер Пайзудин Алиев, который получил перелом позвоночника на соревнованиях по грэпплингу, отключен от аппарата искусственного дыхания. Врачи подчеркивают, что общее состояние спортсмена улучшается. Напомним, молодой человек повредил шейные позвонки при неудачном падении после спортивного приема соперника. Всемирные соревнования по грэпплингу проходили в Санкт-Петербурге, где дагестанец жил и работал. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч.